Итак, дорогие друзья, продолжаем наши уроки. Сейчас наша с вами задача прописать код ручками. Но не удивляйтесь. Я готовлю вас к большому путешествию к блокчейн. И понятно, что мы далее перейдем к эфиру. Поэтому для подготовки я хочу, чтобы вы с первых шагов начали интересоваться тем, что нам надо будет. В данном случае я специально взял пример с JSON. Так как мы будем работать с такой библиотекой, когда будем работать с эфиром, мы будем встречаться с JSON. То есть, Ethereum, JSON. И видим, что здесь есть языки Go, C++, Python. Ну и само собой поддерживает JavaScript, потому что это родное. Поэтому я хочу, чтобы вы сразу окунулись. Но сначала немножко понимания, кто первый раз встретился. Теперь уроки сразу по ссылке «Все уроки» вы найдете в описании видео на сайте. Есть ссылка, но я покажу. Быстрый старт блокчейн. И пошли вот по шажкам. Уроки будут здесь. Ссылка есть в описании видео. А теперь давайте представим. Вот это у нас приложение написано на языке C. Вот это у нас приложение написано на языке Python. Вот это у нас приложение мобильное. И там есть код на GC. Смотрите. Становится вопрос обмена данными между приложениями на одном, на разных. языках, между веб-приложениями и мобильными. Между веб-приложениями и, например, это у нас вообще сервис. Да, сервис какой-то. Сервис написано, пусть Django. Сервис Django Python. Кстати, для Django есть великолепная библиотека Django REST Framework. То есть, который, в принципе, и формирует все эти JSON API. Именно уже API доступы. Итак, как обмениваться с данными? Ранее был формат HTML. HTML вы наберете в Википедии. Он очень нечитаемый, сложный. И, в принципе, сегодня считается устаревшим. И как поступили разработчики JSON? Сайт есть. Сайт JSON вы увидите, да? То есть, начнете. Примеров в интернете много. Главное, вникнуть в суть. Итак, ребята. Разработчики начали думать. Грубо говоря, чесать репл. Язык C имеет массивы. То есть, имеет... Сейчас я проговорил самое важное. Все языки имеют последовательности. Что такое последовательность? Ну, вот слово последовательность, посмотрите. То есть, буквы написаны слева направо и остаются на своем месте. Их можно посчитать в языке с нуля. Ну, 0, 1, 2 и так далее. То есть, имея структуры, которые можно сохранять в определенном порядке. В языке C это массивы, в Python это списки, в JavaScript свои данные, да, тоже есть и массивы и так далее. То есть, в любом случае, в каждом языке есть последовательность, значит, можно извлечь. И разработчики JSON подумали, хорошо, ставила задача создать структуру данных, которая читаема и машиной, и человеком. Вот пример. Вот пример вывода базы данных в формате JSON в Django. На самом деле, все банально просто. Имя модели, первичный ключ, то есть, запись 1, поля, fields, поле user 1, по счетам, по номеру 1, заголовок, title, если вписать это все в символах Unicode, да, в обычные слова. Имидж, то есть, картинка, где сохраняется и название, да, описание. Все сразу считывается, поймете чуть попозже. Так вот, и они решили, что если создать некий формат, который они назвали JSON, JSON, это JavaScript объект, ну, я не могу это прочитать, просто, грубо говоря, простой, удобный обмен данными. Значит, и решили. По сути дела, смотрите, ребят, что мы делаем на практике, как происходит. Сейчас мы еще и примеры посмотрим. Например, я пишу на языке Python сайт и хочу передать программе, которая работает на компьютере, да, мои данные. Что делаю? Я на языке Python перевожу формат JSON, пусть это будет, допустим, там, слово Вася. И мы сейчас это посмотрим. Что я делаю? Как он выглядит? То есть, открывающаяся фигурная скобка, далее пишется name, да, вот, это я пример просто привожу. Ну, строка здесь так обозначается, получается, кавычки. Вася. Далее ставим запятую и закрываем скобку. То есть, смотрите, получилось, похоже, конечно, на словарь Python, но это просто структура данных, да. Name Вася. И эта структура данных летит в эту программу. Далее, эта программа принимает его в формате JSON и переводит уже в свой массив, хотя, допустим, в Python это был список ранее. Получается, что легко переправлять эту программу между любыми языками, то есть вот эти данные, без потери, в точности. Смысл понятен, все очень просто и читаемо. Давайте теперь вот что сделаем. Только я здесь еще кое-что не доставил, здесь тоже будут кавычки, то есть все идет в строках. В строках, да. Итак, разобрались. Так вот, вот так данные обмениваются информацией. Теперь я вам покажу, давайте сейчас, прежде чем мы дальше будем писать код, мы будем применять сериализацию, которые... И переводить сериализация, это и есть в языке такое понимание перевод в определенную структуру данных. Так вот, сериализация мы и будем переводить сейчас в коде в JSON. Но я ради интереса вывел, да, то есть то, что мы перевели. И мы уже можем увидеть, да, с вами, что JSON, перевели в JSON, ну то, что я вам писал, да. То есть все перевелось, если мы посмотрим, что запятая, дальше есть и пробелы, то есть мы ставили строка, двоеточие, и дальше пошли. Все данные переводятся. На самом деле, когда вы немножко попривыкнете к JSON, оно будет очень читаемо. Django это вообще на автомате делает. То есть есть внутренние команды, которые мы с вами изучали это, когда... Сейчас вам кому-то это надо, кому-то не надо, но в уроках, когда делали продвинутое обучение, допустим, писали социальную сеть на Django, да, что является первичным пониманием, на сайте python-tut.ru. И здесь мы использовали. Просто я покажу сейчас смысл, расскажу, вот как это вот мы использовали, да, конкретно. Уже немножко более сложные варианты. А у нас заключалось в следующем. Представьте, у нас было Django, да. Вот Django, да. Далее. Вот это база данных, MySQL. А вот это сервер. Да, это тоже в базе данных, на сервере. Но вот это на сервере страница. Страница. И получается, по сути дела, на странице мы использовали такую библиотеку, как Джукери. Это, ребят, просто сейчас понимание. Джукери и... И через Джукери использовали AJAX, то есть асинхронный JavaScript, грубо говоря. Получалось как? Так, вот смотрите, по сути дела, есть у нас представление, есть представление, но нам... И человек лайкает. Ну, мы писали лайки, как ВКонтакте. И, по сути дела, получается, то человек лайкает. Это не код Python, это код Джукери. И это тоже идет на сервер. Но теперь нам надо, чтобы человек лайкнул, да? И AJAX, и Python, это совершенно разные вещи, согласитесь. Если AJAX, это JavaScript, а Python, Django, это Python. Но человек кликнул по странице, поставил лайк. А что меняется? Все происходит на сервере. Обмен данными с Django идет при помощи JSON. Почему? Вот он кликнул, но, ребят, смотрите, ведь мы же должны понять, кто кликнул, что за пользователь кликнул, какую страницу кликнул, какую картинку кликнул. И вот так выстраиваются данные, и получаются с сервера при помощи JSON. И получаются эти данные, потом Django легко переводит и легко сохраняет, кто кликнул в MySQL. Смотрите, даже внутри приложение. И для этого мы в Django изучали, просто я привожу пример, чтобы вы понимали, что это используется. Для этого мы изучали, мы писали, есть, писали декоратор. Писали, есть декоратор уже RecurioPost, есть, который работает JSON. И мы прямо здесь писали, получить ответ, то есть вернуть JSON response. То есть, грубо говоря, вроде это получается переменные, которые работают с GC, но мы, у Django это все уже заготовлено, Django просто считывает в JSON response. Внутри переводит и сохраняется все в таблицу. Все банально просто. Ребят, может сейчас для вас это сложно, да я и не говорю вам запомнить этот пост. Кто Django изучает, дойдет, разберется. Здесь уже для более продвинутых. Но я просто показал, в чем смысл JSON, да? Теперь давайте попробуем на самом деле прочитать или написать. Мы уже пробовали, да? Что он очень читаемый. Так вот, ребята, в JSON вы будете и в блокчейн сталкиваться. То есть, данные считываются, передаются при помощи JSON. Поэтому моя цель какова? Да чтобы вы с первых дней начали работать с JSON, присматриваться к нему. И на самом деле, если зайти на сайт JSON, то здесь, в принципе, то, что я вам рассказал, здесь написано только более сухо, да? Вот простой обмет формата данных. JSON текстовой формат, полностью независимый от языка реализации, но он использует соглашения, знакомые программистам си подобных языков. Ну, то, что я вам говорил, что все имеют какие-то структуры. И, по сути дела, объект – это неупорядоченный набор пар ключ-значения. Объект начинается с открывающейся фигурной скобки и заканчивается закрывающейся фигурной скобкой. Каждое имя сопровождается двоеточием. Пары ключ-значения разделяются запятой. Ну, вот то, что мы здесь и видим. Вот, смотрите, везде строки. Ключ-значения разделили двоеточием, запятая. И фигурная скобка закрыта фигурная скобка. Но, смотрите, когда нам надо большие данные в JSON, мы видим квадратную скобку. То есть, JSON – это я по-своему называю. Давайте я прочитаю, как это правильно называется. Ага, массив. Ну, правильно, здесь называется массив. То есть, когда мы хотим получить больше значения, смотрите, пользователь 1, пользователь 2, то есть, Вася, Петя, пользователь 3, дальше просто записи разные, которые пользователи писал. Ну, понимаете, картинки разные, число разное. Но, когда мы хотим много, мы соединяем их в массив. То есть, это уже заключается в квадратные скобки. По сути дела, какие данные можно передавать, передавать, данных достаточно больше, чем достаточно. Смотрим, стринг. Ну, смотрите, при помощи обычных строк, при помощи обычных строк, мы смогли передать все данные модели. А что еще надо для полного счастья? Пожалуйста. Пожалуйста. И имя модели, номер пользователя, заголовок, слуг и так далее. Все при помощи строки. Вот, ребята, это основной формат, которым вы будете пользоваться. Но, можно передать число, объект, массив. Массив мы с вами смотрели, вот как раз же здесь, вот он, массив передан, да? Когда много пользователей. Далее, истина, ложь, нуль. Все, больше для полного счастья ничего не надо. И далее, на сайте Джейсон идет перечень языков, которые поддерживают. Здесь вы найдете и Python. То есть, ребята, вам домашнее задание. Почитайте сайт Джейсон. Найдите примеры с Python. Мы с вами просто будем на практике Джейсона заниматься, вы его подтянете. Но начальные примеры вам понятны. По крайней мере, после этого урока вам должно быть понятно. Изучать тут особо нечего. Изучать вы будете что? Когда, допустим, работа Джанго, вы будете изучать, а какими командами выводят, а как это правильно записывается в функцию ответа, а сам Джейсон изучать, ну что тут, сел, прочитал один раз, и все. Что здесь еще читать? Что, вот это 10 раз надо читать? Да нет, строка. Открыл фигурную скобку, как строка передал ключ, как строка передал значение. И давайте откроем наш пример. Так, это я закрываю, то есть я, наш пример. Вот смотрите. Уже, чтобы закончить Джейсон, блок Генезис, да, вот у нас был первый блок, по крайней мере, называется Генезис Генезис, да, блока. Это называется блокчейн, первый блок Генезис Генезис блока. Значит, мы с вами сериализуем, то есть сериализуем, переводим с одного формата в другой. то есть, вот у нас, смотрите, у нас вот это идет, по сути дела, как список Python. Да, вот видим, это у нас список Python. Но мы этот список переводим в формат Джейсон. И дальше я вывел. Мы это уже видели. То есть, у нас идет превхэш ноне. Пожалуйста. Вот он написал превхэш ноль. То есть, его нету. А ноне в языке, допустим, Python ноне, но этого тоже означает нету. Он написал ноль. Дальше, повторите, что такое, да? То есть, обратные слэшлы, н, да? Дальше у нас идет транзишн, слово, транзакция. Вот транзакция. А, вот эту мы запятую не заметили. Я думаю, вы заметили, да? Пара ключ-значения разделяется запятыми. Просто немножко не так, не читаемо, можно переписать. На файле. Транзакшн, да? Транзакция. Значения. И пошло. Так, по-моему, я что-то не то, другое выводил. Месседж. А, нет, все правильно. Вот это вот я выводил. Вот, все. Вот это, вот это бьет. Дальше смотрим, допустим, месседж сообщения, да? Вот оно сообщение. И дальше пошла буква Валерия, и послал 5BTN, да? Здесь просто в знаке Unicode, если, допустим, вы откроете, встроите Unicode этот, откроете простую HTML-страницу в браузере, то он это переведет в слова. Это Unicode. А писать мы начнем прямо, конечно же, в формате JSON начнем. ой, не то я несу. Мы с вами начнем писать, как словари, а потом переводить. Все. Итак, ребята, цель первого видео. Так как мы работаем с блокчейн, и нам придется работать с форматом JSON, блокчейн с эфиром, кроме этого, как вы поняли, вы с этим будете работать везде, то JSON взять на вооружение. Домашнее задание. Итак, домашнее задание. Для участников школы все сбрасываем в группу. Ну, а кто не участник школы, делаем самостоятельно. Итак, первое. Набираете Python JSON, либо около этого, что такое Python JSON, примеры Python JSON, и начинаете делать. Вам надо объяснить следующие методы. Они все есть, есть и примеры в официальных доках. Ссылку я дам. Вам надо объяснить методы dumps, dump, load, загрузка, да? Далее, объяснить, что такое sort case, что такое indent. все это я напишу на странице. То есть, поработать, объяснить. По сути дела, вы должны разобраться в синтаксисе JSON, мы с вами разобрались. Вы должны понять азы применения JSON, сейчас увидите с уроков, и понять, объяснить методы применяемые, что они делают. Ну что, ребят, берете на практике и пишите indent 2, потом меняете на indent 4, indent 5, и смотрите, что происходит. Где-то прочитаете, но это надо объяснить. Я сейчас вас направляю, пусть вы новичок. Главное, ребята, вы знаете, у меня сотни программистов с 2013 года начали работать, начали программировать. Главное, совмещайте, услышьте меня, пожалуйста, сейчас, совмещайте видеоуроки с самостоятельной работой. Как только вы начинаете самостоятельно работать, у вас формируется первое, понимание, почему вы понимаете, что вы ищете, и второе, правильное задавание вопросов. Это архиваж, зачастую новичок видит ошибку, он не понимает, как. Это надо формировать. Это не приходит само, это надо формировать постоянно. подсказка для совсем новичков, которые придут в школу. Домашнее задание прочитайте, сделайте. Итак, ребята, сайт блокчейн для новичков, но Python здесь нет. Вы приходите в школу spb-tut.ru, где есть Python Django. Здесь входит также pro365.net сайт, где вы изучаете Python с нуля. здесь подсказка. Как только с Python с нуля вы дошли до функций, кстати, начать можно с первых уроков. Вот здесь нашли, да, начало полного курса, да, и внизу промотали, есть первые уроки. Здесь дальше вы пошли работать. да, надо зайти гостем, если у вас нет логина и пароля. Так, не то нажал. Тут уже надо зайти. здесь по курсам все подряд. Это первичное знание Python, да, то есть с нуля. Дошли до функций, сразу на SPB переходите практика Python OOP и пошли здесь работать в группе самостоятельно, то есть подтаскиваем. Вы изучаете Python, изучаете Django, но уделяете кроме этого время блокчейн. И здесь ребята, еще раз повторяю, совмещаете видеоуроки с домашними заданиями, то есть подтягивайте, кто в школе обсуждаете все, но недопонимания не должно быть нигде. Не оставляйте на потом. Это путь в никуда. спасибо. Еще раз напоминаю, ссылка в описании видео. Продолжим.